Всем привет! Сегодня у нас будет мини-обзор всяких аккумуляторов с сайта GED, который я получил по акции. Ну, то есть практически за бесплатно. Итак, сначала у нас идет вот такой вот Powerbank. Значит, цена у него была что, около 10-ти с чем-то долларов. Получил я его там, ну, по-моему, за 5 центов. Естественно, полный No Name. Вот, упакован таким вот образом. Обещаю здесь 10 тысяч миллиампер-часов. Собственно, и на лоте в магазине так написано. И, собственно, на самом Powerbank тоже 10 тысяч миллиампер-часов. В комплекте, собственно, только он. И такой вот небольшой шнурок. Вот эта вот плашка черная. Вот эти показатели в виде какие-то бриллианты или рубины, короче, что-то в таком роде. Вот. Ну, по поводу реальной емкости. У меня в первый раз получилось в него влить 4449 миллиампер-часов. И слить при этом у меня получилось с него 1959 миллиампер-часов. Ну, то есть, это к вопросу о 10 тысячах. Вот. Во второй раз получилось немножко по-другому. Залил во второй раз 4333 миллиампер-часа. А слил 2430 миллиампер-часов. Естественно, я к покупке его абсолютно не рекомендую, потому что это абсолютнейший ноунейм. За эти деньги, которые он стоит, можно чуть-чуть добавить и взять какой-нибудь сяомовский на 5-10 тысяч, да, тот же плоский. Потому что здесь качество сборки очень говеное. Тут вот отчетливо видны люфты. То есть, оно все не подогнано друг к другу. Вот эта вот сама плашка, мне кажется, скоро вывалится, потому что, ну, может, заметно она выходит. Ну, вот видите, я нажимаю, она обратно немножко заходит. Вот. Точно так же, в общем-то, и с этой стороны все. Люфты есть, видно, эти болтики плохо прикручены. Вот. Ну, в общем-то, этот пауэрбанк, по большому счету, вообще не стоит внимания. То есть, если вам его дают не бесплатно, не берите. Вот. Вот, за бесплатно можете взять, поиграться. Далее у нас идет вот такой вот розовый аккумулятор. 2600 мАч обещает нам надпись на этом аккумуляторе. Что самое интересное, лот, где я купил, собственно, этот аккумулятор, там описания вообще никакого не было. Ни емкости, даже количества не было аккумуляторов в лоте. Ну, было нарисовано, ну, то есть, картинка была шести штук. Я, в общем-то, рассчитывал на шесть штук. Но не судьба, прислали один. Причем, по конской стоимости, там, что около восьми или девяти долларов он стоил. Ну, естественно, я там чем-то его добил и получил его за бесплатно вообще. Значит, ну, что по поводу емкости самое интересное. Вливается в этот аккумулятор 2663 мАч. Ну, то есть, это соответствует и даже чуть-чуть превосходит заявленную емкость. Ну, естественно, заявлена именно та, которую можно залить. Вот. Ну, а сливается, естественно, с того аккумулятора меньше. У меня получилось слить с него на телефон 1489 мАч. Что, в принципе, для такого ноунейм аккумулятора тоже неплохо. Вот. Следующим у нас с аккумулятором идет вот такой вот синенький 18650 литиевый аккумулятор, на котором уже, в свою очередь, вообще никакой емкости не помечено. И в лоте тоже не написано ни про емкость, ни про количество в лоте этих аккумуляторов. Вот просто аккумулятор. Опять же, там была картинка, по-моему, с шестью штуками, да. Но, собственно, прислали, как и в случае с розовым, только одну штучку. Залить мне в него удалось 2338 мАч. Ну, то есть, видимо, он тоже на 2600, но залить удалось, естественно, меньше. А слить, в свою очередь, с него получилось уже лишь 1327 мАч. Ну, то есть, практически, собственно, столько же, сколько и с этого розового. Ну, по большому счету, по этим предварительным тестам, таким, да, USB моим тестером, в принципе, неплохие аккумуляторы. Еще по поводу, как бы, ну, качества хочу сказать. Вот, например, народные Sanyo аккумуляторы, тоже 2600 мАч. Они у меня уже три года, он без защиты, точно так же, как и эти. Я его протестировал вот вместе с этими аккумуляторами. То есть, эти новые, они только пришли, да. А это уже три года. Так вот, вот этот, вливается в него 2077 мАч, а слить мне удалось с него 1110 мАч. То есть, ну, вполне неплохо, особенно, учитывая, что ему три года. Ну, сейчас просто один вставим в мой старенький фонарик Roche F12. Я просто покажу в темноте, что они таки работают. Вот, ну, и вот этот вставим в такой вот налобничек, который, кстати, тоже пришел с JD, и обзор будет на него чуть позже, в числе, там, других фонариков. Вот. Так, сначала пробуем синим аккумулятором, который вставлен в фонарик Roche F12. Так. Вот это максимальный, собственно, режим. Вот таким вот образом светит розовый фонарик, розовый аккумулятор в налобнике. Ну, то есть, как видите, все работает. Ну, что я могу сказать. Аккумуляторы рабочие, с реальной, в принципе, емкостью. Естественно, я никому не рекомендую покупать их по таким ценам. Я имею в виду по таким, которым они сейчас продаются. То есть, в любом случае, кот в мешке. Поэтому, если вам нужны 18650 аккумуляторы, идите на FastTech и покупайте вот такие саньо. Не ошибетесь. Не по цене, не по емкости, не по качеству, на мой взгляд. Потому что покупать на JD можно и нужно, только если вы можете купить там это, скажем, за бесплатно. То есть, если брать вот эти аккумуляторы по 5 центов, то они хороши, да. Вот такой вот мини-обзорчик. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.